ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Кассета с ее голосом били все рекорды по продажам. Впоследствии певица решилась на сольную карьеру и внесла изменения в свой музыкальный имидж. Помимо печальных песен стали появляться озорные танцевальные композиции «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» закрепили успех. На счету исполнительницы 23 студийных альбома, 2 национальных музыкальных премии «Овация», 12 побед в музыкальном конкурсе «Песня года», 9 золотых граммофонов и так далее. Сегодня моя героиня – заслуженная артистка России Татьяна Буланова. Таня, здравствуйте! Я страшно рада вас видеть. Спасибо вам большое, что вы моя героиня. Я очень люблю смотреть на вас и слушать вас. Я знаю, что вы певицей не собирались быть, а хотели быть актрисой. Да. И вот у меня какой вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас были какие-то кумиры? Кто вам нравился за актрис? Конечно. Алиса Френдлих – это мой кумир, причем она кумиром осталась до сих пор. Я понимаю вас. И мне так посчастливилось с ней познакомиться лично. Она невероятная просто женщина. Вот сейчас недавно у нас в общей знакомой был день рождения, меня приглашали, но я не могла. Я была в отъезде быть. Мне потом наша знакомая прислала видео, где Алиса Бруновна совершенно просто танцует, отрывает, в хорошем смысле слова, веселится. Я думаю, господи, человеку 86-88 лет. Не совсем она подросток, уже взрослая. Ну, просто это вот. Поэтому, кстати, она хорошо выглядит и хорошо, я надеюсь, себя чувствует. Человек умеет быть веселым, молодым, не зацикливаться за своей гениальностью. Да, что она великая русская актриса. Да, конечно, она великая актриса и, в общем, гениальная. Вы родились, выросли и живете. Нет, родились вы в Ленинграде. Ну, в принципе, это одно место. Это одно место, да. А выросли в Ленинграде и Санкт-Петербурге и живете в Питере. Вот город вашего детства, каким был, Тань, Ленинград? Понятно, что когда ты находишься внутри времени, ты не воспринимаешься как это. И я сейчас смотрю, мне очень нравятся какие-то старые документальные съемки, черно-белые, каких-то 70-х годов. Вот эта атмосфера такая вот серая, но этот серый цвет, он такой красивый, благородный такой. Такой город заснеженный какой-то. Ну, я вот опять же из каких-то документальных фильмов вспоминаю кадры эти. Такой какой-то интеллигентный, величественный, но при этом без пафоса такой, естественный, настоящий. Бродский тоже писал, или я забыла, да Владов, ну, в общем, кто-то из таких коренных петербуржцев, что там совершенно потрясающая история с ветром, что куда бы ты ни шел, он всегда дует тебе в лицо. То есть ты сначала идешь в одну сторону, прячешь нос в воротник, разворачиваешься, идешь, и он продолжает дуть тебе в лицо. Это вот так и есть. А если идет дождь, то, как правило, с собой никогда нет зонтика. Ну, при этом, в солнечную погоду с собой таскаешь зонтик, в сумке тяжеленной, но у дождя нет. Но долго ты его выложил, все, придет дождь. Это какая-то, не знаю, примета. Это точно. Вот в Питере так и есть. Вы знаете что-нибудь о своих корнях, о бабушках, дедушках? Откуда они? К сожалению, я бабушку вообще ни одну не застала. Дедушку застал где-то, не стал его, когда мне было, по-моему, 6 лет. Так интересно, у меня фамилия Буланова, ну, папина фамилия. Я, была такая история, я села в такси, и таксист меня узнал. И говорит, вы знаете происхождение вашей фамилии? Я говорю, честно говоря, нет. Был такой, ну, по-моему, Хазар был хан, его звали Булан, по-моему, как-то так. Который, кстати, для Хазар, по-моему, религию иудаизм принял. Да, иудаизм, мы все правильно, да. Ну, в принципе, вот папа, он такой кореглазый был, черноволосый. В принципе, Хазары, Болгары, вот оттуда где-то. У мамы там замешана куча-куча кровей, еврейская есть кровь. То есть я такая абсолютно чисто русский человек, в том плане, что на мне все замешаны, все, что где-то походил, где-то в России, там, какой-то, тазары-монголы, это все про меня. Жили все в Питере или откуда-то съехались? Мама родилась в Петербурге, ее мама родилась в Ленинграде, еще говорят. Ленинграде. Бабушка родилась в Ленинграде. Дедушка из Тверской, он сам называл губернии. Какая губерния в советское время? Да, да, да. У меня дедушка такой был, как бы, такой, боевой. Вот, а папа, я знаю, что он родился в Пензенской области, но жил он до того, как поступить в военно-морское училище по водному плаванию, он жил в Энгельсе, это Саратов. Саратов, да, да, да. И самое интересное, что я потом по всем этим местам, я как бы уже, будучи артисткой, я проехалась. Что-нибудь где-нибудь отзывается или все-таки Ленинград в Петербурге? Нет, конечно, Ленинград. Ваше место, да. Только Ленинград. Как ни странно, почему-то мне больше отзывается Владивосток. А, я понимаю, да. Во-первых, потому что у меня служил брат 10 лет, когда тоже после окончания этого же училища, которое закончил папа в свое время. И я очень-очень страдала и переживала, когда он уехал. Как-то вот мне прям не хватало вот этого общения. А он старший, да? Да, он старший на 12 лет. И, в общем, он пошел по стопам нашего отца. Но он не подводник, он просто военный моряк. То есть я помню, что для меня Владивосток – это второй родной город. Там живет мой родной человек. Да, да, да. И самое интересное, что когда я уже, опять же, став артисткой, я приехала на гастроли, я влюбилась в этот город. Он какой-то невероятный. Таня, Владивосток – это чудо из чудес. Просто он еще в 95-м году, когда я была, я просто была в шоке, насколько это какое-то... Такое ощущение, что там люди живут совершенно с другой планеты. Совершенно с другой планеты. Просто какие-то очень приветливые, очень отзывчивые. Абсолютно верно. Но вот не с нашей планеты. Да, совершенно верно. И город ни на какой другой не похож. И вот этот золотой рог их, который вот не стамбульский, а их. И там университет на острове Русский – потрясающее место. Прям вот надо съездить. Вот прям надо съездить. Ну вот я надеюсь, что поеду. Папа – подводник, правильно я понимаю? Он дома бывал или никогда не бывал? Все время был на работе. Дело в том, что когда я родилась, он уже... Ну, как бы наша семья уже вела такую оседлую жизнь, потому что он поступил в военно-морскую академию. И тогда уже поняли, мама поняла, что можно как-то расслабиться. И, в общем, родилась я, появилась. То есть не надо было ездить, да? Да. Я до 13 лет вообще никуда не выезжала. Брат старший был вашим воспитателем или, скорее, родителем? Наверное, воспитателем. Это человек, который меня научил играть на гитаре. Первый аккорды, вот, там, в латыни так называемый. Он играл хейджут, хейджут. А я своим тонким голосом еще там, пятилетелем. Хейджут! Я вообще не плачусь, я просто тупо повторяла, что он там говорил. Нет, он был другом, ну, он есть друг, и, в общем, воспитатель, наверное. Теперь он уже как родитель. Да, конечно. А мама кто по профессии? Жена военного? Жена военного, конечно. В юности она со своим, вот как раз с моим дедушкой, с отцом, они ездили, она работала, аэрофотосъемка, как это так, организация была, не знаю почему. Да, 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 самолеты, да. Ну, как бы снимали фото, я как бы называю фотограф, но она не фотограф, вот что... Да, который фотографирует. Фотосалоне, да. А это именно вот все картография. Но когда, конечно, родился, ну, она вышла замуж, родился вот мой брат, она стала просто родной женой, прям настоящей такой, а уже когда я родилась, тем более. А детство каким ваше было? Что вы любили? Что доставляло радость? От чего вы огорчались маленькой? Могу сказать, что мне совершенно не нравилась музыкальная школа, в которую меня просто заставляли ходить. Для меня это было какое-то мучение, просто слушать, какие-то пальцы учить, там все, это третий, восьмой, там... Мне удобнее вот так вот играть. Почему я должна быть третий, потом пятый? А почему я... Була, она вот, Таня, пальцы, пальцы, там все мне говорили. Мне так неудобно. Мне удобно, вот как я играю. В общем, это у меня был кошмар. И я помню, где-то в классе, наверное, в пятом, я ее закончила, эту школу. Конечно. В классе в пятом я сказала, мам, я не буду заниматься. Она говорит, будешь? Я помню, что у нас был жуткий какой-то конфликт. Я не умею вообще петь по нотам. Я как бы, ну, вот играть еще там могу на пианино. Ну, какие-то определенные, одну там, октаву. А петь я не понимаю. Но зато у меня очень хорошая память. Я, как бы, там самую сложную мелодию, ну, там, с третьего раза запомню. Про судок вообще с первого повторить могу. Ну, как бы, это вот одного нет, а вот зато другое вот как бы появилось. Таня Буланова ни на кого не похожа. Вот я замечаю, что вот телевизор работает, я что-то делаю. Слышу Танин голос, останавливаюсь, слушаю. Причем давно и всегда в этом голосе есть что-то такое завораживающее. Я даже, ну, естественно, ее ни с кем сравнить нельзя. Песня у нее хорошая. Но мое счастье, она в последнее время и мою песню стала петь. Мы готовились к вечеру большому в Крокусе, и у строителей Тани песню показали, и она ее записала и спела. Мне очень понравилось. Я в такие моменты себя чувствую счастливой. С самого начала Танины, так сказать, музыкальной карьеры и до сегодняшнего дня она поет о женщинах, о женских состояниях, то о любви, то о нелюбви, то о расставании, то о встрече. И как-то она выбирает их, или они ее выбирают. Получается у нее так сердечно, что хочется слушать и слушать. Музыкальная школа была каторгой. А радость что приносила, Танюша? Мне очень нравилось, мне было лет 8, почему, откуда вообще нашли батут. Меня доводили на батут. И вот ты, конечно, прыгать, это классно, это здорово, ощущение, ду, захват, и все. И, конечно, ходила я с мамой. Мама меня ждала где-то в фойе. И когда пару раз каких-то выводили детей со сломанными ключицами, еще чем-то, мама сказала, все, сюда ходить не будешь. Это единственное, чем мне нравится заниматься. Это прыгать на батуте. Прыгать на батуте. Меня не разрешили. А вы помните момент, когда вы, допустим, что-то спили, и кому-то это понравилось? Конечно, помню. Первый раз это было в школе. По-моему, был выпускной класс, 10-й. И я пела под гитару. Ну, понятно, кто что умеет. А, нет, это даже еще раньше было. Это был 8-й класс. Мы ездили, как вы скажете, КМЛ, ЛТО. ЛТО. Да, пололи там какие-то грядки. Огурцы, ага. И там, ну, естественно, вечерами какие-то устраивали там что-то такое. Я под гитару пела все, что я знала, что я помнила. При этом училась я так. А у нас с нами ездила куратор, воспитатель. Ну, воспитатель. Гениально, я считаю, преподаватель по математике Любовь Федеральна Торф. И она меня просто после этого даже зауважала. Учитывая, что я был шанталик с математикой, такой вот человек. Но после вот этого вот моего выступления. Выступления, да. Она почему-то даже называла меня настолько трудолюбиво ехать. А что-то так упитывалось. Ну, пить, да. Трудиться особо не надо. То есть так легко, да. Ну, вот я помню, что она прям зауважала меня после этого. Это было первый раз. Второй раз было на выпускном, в 10-м классе. И я спела песню «Лёгкий школьный вальс» тоже был у нас. «У него судьба была такая». Я ротару пела. И подошла учительница химии. Говорит, так меня растрогало. Потом подошёл директор. Говорит, продолжение будет. А я же всё не поняла, что я думала, что он про концерт. Про концерт, да. Я говорю, ну да, наверное. А потом до меня дошло, что, наверное, имел в виду продолжение в моей жизни дальнейших. Да, да, вашего. Да, 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 вот это выступление. Потом, тоже это интересная история была. Я уже работала в военно-морской академии. Надо было видеть, как я ходила. Во-первых, мне всё время хотелось спать, потому что мне уже было приезжать к 8-15. Я забирала на почте периодическую литературу. В моих обязанностях входило по кабинетам какие-то апрельные газеты. А вы кто там были? Библиотекарь. И потом устроили перед Новым годом какой-то тоже такой концерт, ну то, что он мог. Капустник какой-то. Капустник, да. Я спела тоже, ну естественно, по гитару там что-то спела, не помню. А сидели, тогда мне тогда было 17 лет, старые дядьки там, ну я так понимаю... Которые были по 25 и по 30. По 35, наверное, где-то так. Я сейчас помню его лицо, мне кажется, старикашка какой-то, ну за 60-му. Но такого не могло быть, потому что он был слушателем академии, ну Максимов был лет 35. Югослав такой офицер. Я спела, села обратно, он говорит, вы еще будете петь? Я говорю, нет, тогда я пошел. Я говорю, ничего себе. Я клюсь на полную серию, и он ушел, как бы все. Ага, это первый поклонник такой. Это первое признание, так сказать, международное вообще. Я вспоминаю те годы, когда я только вернулся из Америки. И вот один из менеджеров, он мне говорит, а вы знаете, вот есть группа «Летний сад». И он мне дал послушать. Я услышал такой трепетный голосок, такой детский, с такими интонациями, такими наивными. Меня это так подкупило и так мне понравилось. Я узнал, что это Таня Буланова. Потом мы несколько раз общались. И первый раз, когда я ее видел в Питере, у меня был концерт, она тоже выступала в этом концерте. И мы так познакомились. Я говорю, я хочу вам сказать все время, но не имею возможности. Вы очень хорошо поете. Она так обрадовалась. Она такая была наивная. Она радовалась, как ребенок солнышку радуется в хорошей погоде. Но потом я уже услышал и увидел Таню Буланову самостоятельную. Самостоятельную, которая на крыльях полетела. Свои сольные карьеры. И она хорошо полетела. Ей удалось. Потому что если она была такой трогательной девочкой, наивной, то немножко повзрослев, она стала осознанно такой молодой, умной, красивой женщиной. При этом она не стала, она нисколько не постарела творчески. Она мастер. Она интересная, она приятная. И она очень хорошая певица. А назойливые были поклонники какие-нибудь? Вообще? Ну да, вообще. В принципе, наверное, фанатами станутся люди с неустойчивой психикой. Ну, наверное, да. И там уже, как у них пойдет куда-то, никто не знает. Никто не знает. Бывало, бывало, там мы какие-то с угрозами звонили, бывало, что и следили, бывало, там какие-то, в общем... Даже сейчас вроде все хорошо, вдруг как начинают поливать какой-то... Причем пост с моей фотографией выложен, а под ним там какие-то гадости какие-то. Я периодически пишу обострение. Думаю, что с человеком случилось? Ну, конечно. Что-то где-то, то ли ревность какая-то. Где-то я там лайк поставила, не там что-то еще, не тому человеку, или недостаточно внимания оказала. Но, к сожалению, да, это такое есть, и, в общем, это нормально, на самом деле. Вы всегда много работаете. В 90-х, в 2000-х это была какая-то бесконечная история, вы об этом рассказывали. Бесконечные гастроли были, я думаю, не бывало. Да, это были бесконечные гастроли, бесконечные какие-то смены планов перед глазами и перед всем на свете. Ребенка не видели, родители не видели, ничего не видели. А вот скажите, в таком режиме можно жить долго, Тань? Вообще, я считаю, что все абсолютно вот здесь вот. Самое главное, не забронзоветь. Пока ты себя чувствуешь таким человеком, который что-то еще может сказать, не все рассказал в жизни. Не все рассказал. Я понимаю, что у меня там уже дофига лет, но мне кажется, что изнутри меня 27, не знаю. Я еще только-только в самом таком... Ну, не в начале, но как бы... Ну, не в начале, но да-да-да. Но еще только вот... Да, впереди еще там много гостей можно делать. Да-да-да, на ярмарку еду, а не с ярмарки. Да-да-да. А когда вот такая бесконечная гастрольная концертная жизнь, время подумать о том, как развиваться, что еще петь, куда идти, есть или это все на потом, на потом? Да есть, конечно. Вообще, я не то чтобы прям думала об этом, просто иногда ощущаешь, что так хочется вот какую-то прям вот такую песню, я почему не могу словами объяснить, чисто на каких-то эмоциях, вот на чувствах там. Вот хочется такое, бац, и появляется какой-то, да, какой-то автор новый, молодой. Слава богу, что у нас есть такое в моей биографии. Я нахожу, вернее, меня находят молодые авторы, никому неизвестные. Мы как-то работаем вместе, я пою песни, и они потом становятся звездами. Это здорово. Конечно. А есть у вас какое-то, вот, как вам сказать, понимание личное, собственно, Тани Булановой, да, того, что вы так давно работаете, и вас все равно все слушают и плачут или не плачут? Вот в чем тут дело? Я не знаю. Наверное, в песнях, мне трудно сказать, моему младшему, у моего младшего ребенка, который уже 16 лет, одноклассицы, но меня, по крайней мере, знают. Мы там тут все спорили. Вот я про что и говорю. Это же какая-то редкая... Я понимаю, конечно, что, хотя, там, звезда 90-х, да и слава богу, что 90-х, и вообще-то хоть каких-то вообще, что я состоялась, но я могу сказать, у меня еще все впереди. Таня – это ходячий когнитивный диссонанс, потому что она как бы олицетворяет собой такую великую плакальщицу, грустную-грустную женщину с трудной судьбой и вообще с каким-то таким бэкстейджем, который, ну, не осилить. Это надо иметь погучие плечи, тащить на себе такой вот груз, такой вот судьбы, судьбинушки. А на самом деле более веселого, легкого и какого-то праздничного человека еще поискать в нашем шоу-бизнесе. Танечка, я поражаюсь твоей смелости, твоей какой-то, ну, твоя вот эта безбашенная радость жизни и все, что тебе дает жизнь, ты берешь большими-большими такими руками, радостными глазами и все это несешь. И вот эта твоя смелость с твоим вот этим новым статусом замужней дамы прекрасной, я бы никогда в жизни на такое не решилась. Я была на твоей спамбе, я знакома теперь с Валерой, и я очень рада, что у вас такое милое, прекрасное и радостное сотрудничество. А вам о чем нравится петь? О любви, о несчастной любви, о гармонии, о дожде? Мне нравится петь, когда красивая мелодия, когда гармония красивая в музыке, когда вот у меня обычно что-то такое. Какие слова, честно говоря, я просто так особо не заморачиваюсь. У меня такая история была с «Суровым зверем», такой проект на каком-то канале, и там пели, значит, исполнители поп-музыки с рокерами. И мне прислали на выбор две песни, и одни из их вот двери, но они только-только начинали, был 2004 год. И я услышала там такое, там, «Любовь зарядила, дожди, пистолеты, любовь». Я услышала слово «жучок-зажигалки». Я тут же себе придумала «жучок», наверное, «светлячок-зажигалки» и спела «Жучок-зажигалки». Оказывается, «щелчок», а я не услышала «жучок». Я к тому, что я могу, в принципе, любой текст, хотя бы ракодаброй, какой-то могу смысл в этом найти. Найти там, да-да-да. Хотя это, конечно, неправильно, наверное, потому что можно всё-таки петь, как бы вдумываться. Хотя я вдумываюсь, наверное, но я к тому, что про любовь это там. Мне кажется, и про комсомол бы я пела всё равно очень проектированно. Да, я понимаю. Вам о вашей профессии вот сейчас уже, всё-таки вы давно в ней, не скучно? Нет. Я вообще могу сказать, я так хотела быть актрисой. Теперь у меня есть такой опыт. Я у Татьяны Колгановой снималась в не так давно фильме, который даже как-то получил приз на каком-то кинофестивале. И могу сказать, что, конечно, моя профессия, она намного веселее, интереснее. И у нас все поют, танцуют. Актерская, ты сидишь, ты приходишь, грубо говоря, грим-костюм в 9 утра, и тебя только, может быть, в 3 часа дня возьмут в кадр. В кадр. Хотя не факт, может, и в 7. А может, вообще сегодня как бы на завтра перенесут. И вот ты сидишь и ждёшь, и ждёшь. У нас вообще такого нет. У нас музыка сразу здорово, свет. Всё, там люди. А если корпоратив, то вообще классно. Все в красивых женщинах платьях. Да, платьях, да. Мужчина, да, все весёлые, танцуют. Да. Замечательная профессия, я обожаю. Мы Александр Рок и певица Татьяна Павелкова. Улыбочку. Снимаем. ПОЁТ 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 Песный такой поэт в мире, в этом мире. И я работал как раз, и работал Константин Костомаров, он питерский. И практически с первых песен до сегодняшнего момента я работаю с ним, а он уже работал и с Таней. И в процессе записи этой песни, я сначала пел ее один, возникла мысль сделать дуэт. Ну, а где дуэт, там и клип. С Таней это получилось, и, по-моему, до сих пор этот клип так пользуется интересом у зрителя. Разведены мосты, былое прошлое. Разведены мосты, как над рекой Невой. Ты подними бока за все хорошее, за все хорошее, за нас с тобой. Каждый более-менее известный певец, исполнитель, он запоминается по манере исполнения, по своему тембру, по тому, как он подает свой материал. Таня одна из немногих, которая это умеет делать. Потому что у нас очень много звезд, так называемых, я с улыбкой говорю, которые, если закрыть глаза, не можешь даже представить, кто это поет. Вот, это имеет большое значение. Поэтому Таня так и запоминается, поэтому Таня так и любит. Она очень теплая. Приятно, спасибо. Таня, а вам зачем пить дуэтом? Вот вы абсолютно... Прав, Иншаков, я согласна с каждым его словом. Вы абсолютно узнаваемая певица. У вас узнаваемая манера, узнаваемый голос. А дуэты вам зачем? Несколько причин, две, наверное. Первая, если мне просто нравится песня. Потом момент какой-то есть по дружбе, кто-то просит, Таня, спой. Ну, бывает такое, что я не могу другому отказать. И нравится оппонент или артист, который мне предлагается петь. Правда, у меня очень много дуэтов. Мне кажется, больше, наверное, нет ни у кого такого количества артистов. И с некоторыми, честно говоря, артистами, с которыми я пела, я даже не знакома. Потому что я записываю в Питере, голос куда-то отправляется, там человек, даже мы в другом городе, не обязательно в Москве еще в каком-то. И все. И потом мы с одним человеком так встретились недавно. Хотя песню записали лет, наверное, 10 на вас. Да что вы. Поэтому такое, да, бывает. Если клип не снимается, то ты не видишь, не знаешь, кто это. А вот вы сказали, что когда вам хочется какую-нибудь вот такую ударную песню, вот прям хочется, она бац и откуда-то берется. Да. Вот вообще, в принципе, песни в репертуаре Татьяны Булановой откуда берутся? Да по-разному. И у меня очень много, я его говорила, что песен, которые пишут неизвестные авторы, просто прислают там на почту куда-то. Кстати, песня «Мой сон» и вообще вот этот альбом этот весь появился. Благодаря нашему клавишнику Игорю Красавину, который дружил в свою очередь и дружит с Олегом Попковым, тоже клавишник. И вот Игорь говорит, слушай, у меня, говорит, есть парень, который так хорошо песни пишет. Я говорю, ну, кассеты, еще кассеты, 99-й год. Он поставил, я еще, послушай, мне ничего не понравилось, у меня еще настроение какое-то было. Дурацкое. Да, Игорь говорит, ну-ка, Игорь, да вообще ничего, ерунда какая-то. Он говорит, подожди, а вот еще кассета. Я говорю, да не надо мне, мне вообще не нравится. Послушай, и вот там вот эта песня была «Мой сон», причем Олег его так пел смешок, как-то «Мой сон», «Мой сон». И, в общем, послушали все, никому никто ничего не понял. А я говорю, слушайте, можно, классно, там гармония такая красивая, что тут можно сделать. Такая яркая песня получилась. И мы с Олегом записали совместных, по-моему, три альбома, по-моему. Он с вами потом клавишников работал, клавишник, кстати, замечательный. Тань, а не хочется отдаться в руки какого-нибудь великого продюсера, который сейчас начнет писать вам песни, и все новое, и все необыкновенное? Я в них не верю. Почему? Потому что, мне кажется, это такая вот, ну, какая-то авантюра. Потому что вообще, если человек, ну, у него что-то есть, там, талант какой-то или какой-то вот потенциал, продюсер может только, наверное, направить. Но я думаю, что в моем случае это уже поздно, потому что я... Уже направленное, да. Да, уже направление задано уже, поэтому... А так, мне вообще, конечно, интересно было бы, наверное. Очень добрый, отзывчивый и, самое главное, мне кажется, такой вот по-народному общительный человек. Мне кажется, в этом смысле она и заслужила любовь нашей необъятной Родины, потому что она вот своя. Ее все эмоции всегда на ее лице. Вот она не может лукавить, мне кажется, она не может обмануть. Вот что, чуть что, вот сразу, вот ты сразу видишь ее реакцию на ее лице. Вот потому что она вот такая вот, открытая и настоящая. Вот, и поэтому наша первая встреча, а это, конечно же, была концертная площадка, произошла именно так. Мы сразу стали общаться, как будто бы знакомы миллион лет. Ну, а я думаю, сейчас вместе станет вся страна счастлива за ее женское счастье, потому что, ну, действительно, это вот она, как, скажем так, идеал женского счастья, вот через все вот эти тернии, через какие-то внутренние ошибки, через какие-то разочарования, очарования там. Вот она все это проходит вместе со страной, а страна вместе с ней. И поэтому сегодня, когда вот она нашла свое счастье, вот я думаю, что страна рада за нее. Вот честно. Есть такой термин, достаточно обидный, сбитый летчик, да? Говорят, ой, ну это совсем сбитый летчик, кто-то там где-то что-нибудь запоет. Решительно этого нельзя сказать о вас. Я никогда не слышала, никто так не говорит. Вот с вашей точки зрения, что нужно делать, Таня? Долгие годы, потому что вы долгие годы работаете, чтобы вас продолжали слушать, узнавать по радио. Я громкость всегда прибавляю, когда вы поете, да? Чтобы приходили на ваши концерты. Вы что-то специально для этого делаете? Да нет, конечно, специально нет. Нужно быть самим собой просто. Нужно к себе относиться с иронией вообще. То есть всегда быть каким-то вот совершенно таким вот, как будто ты там в 20 лет начал еще, как бы особо миру ты ничего не сказал. Такое ремесло, которое вот как бы приятно кому-то слушать. И слава богу. Да, конечно. В чем разница выступлений, вот такая эмоциональная, перед концертным залом «Октябрьский», который миллион человек, где может поместиться, или маленьким клубом, где три десятка людей? Ну, честно говоря, честно скажу, разницы особо, наверное, нет. Хоть 10 человек в вазале, хоть 5. Знаете, у нас была история, был корпоратив, там было 6 человек мужчин. Да ладно. Просто вот один стол. Слушайте, а как это петь-то перед шестью мужчин? Совершенно так же, как и в «Октябрьском», перед там 4 тысячи или там ледом. Или 8 тысяч. А вообще это абсолютно не важно. Я вышла, причем как бы я и раньше тоже была, даже кто-то меня копирует, там, вверх. А вверх, потому что я публику боюсь, и чтобы не смотреть в глаза, не дабы, как идут в дверь, какой там недобрый будет, я о чем-то забуду, там, собьюсь. А так ты смотришь поверх, куда-то там, не знаю, в стену. И в своей там песне все это живешь. Поэтому совершенно не важно, сколько народу, хоть один человек вообще, вообще не важно. А костюмы у вас такие красивые всегда, платья, костюмы. Это специально, чтобы отвлекающий маневр был, чтобы тут блестит, не так внимания вроде бы. Вы их придумываете или кто-то вам придумывает? В основном я, в основном я. От вас же глаз не оторвать, наоборот. Они не отвлекают, а они привлекают? Ну, все равно, как бы, не на лицо уже, а вот, ну, как бы... На блестки и на сияние, да-да-да, и на фасон. Хотя я помню первые костюмы, такие вот яркие. Я, честно говоря, стырила у Сережи Пенкина. Мы сидели в 94-м году на премии овации. Он сидел передо мной в зале, еще в России тогда было, в консерватном зале. И у него был какой-то невероятный пиджак, просто вот с такими вот огромными хрустальными камнями. Между ними вот такой вот змейка, такой маленький, камушки были. А еще как-то там, причем не софиты, а какие-то... Ну, там все это какие-то там... Приборы какие-то осветительные. Приборы какие-то, да, там все гуляли. И это все раз в глаз, раз в глаз. И я вот сидела просто, думаю, как красиво. Потом через какое-то время появились вот эти камни, может быть, их там по какой-то баснословной цене купить. Я помню, где я заказала. И мне было страшно отдавать в ателье, думаю, ну, как бы не досчитаюсь. Я сама села, пришивала. До сих пор мне это платье жило. Оно очень тяжелое. Конечно. Камни уже там половина побились, но все равно они горят, сверкают. И, конечно, это эффект очень такой вау. Ну, конечно. И еще оно мое платье любимое, так между собой, там, спокойно, в веревке. Такой оранжевый, ну, лапша, как это правильно сказать. Да-да-да. Тоже я у Сережи это позаимствовала. У него какой-то пиджак с такой лапшой. Да-да-да. И я вижу, он так вот раз-раз, и да, это все колышется вот так. И просто это сидит какое-то прям шоу, не надо никаких там перьев и взрывов. Ну, да. Ты просто один делаешь шоу на сцене. Вы человек Петербурга. Да. А муж ваш очень любит Москву. Да. И вы все время мчитесь из Петербурга в Москву, как карамзин. Чаще я. Да, или вы чаще мчитесь в Москву. Вас это не пугает, что вот ему хочется в Москву, а вам не хочется? Нет, не пугает. Вы умеете договориться? Ну, во-первых, пока, я не знаю, что там дальше будет, пока он не готов, наверное, так жить на два города. То есть он Сережи живет там, где я живу. Ну, понятно. Я живу в Петербурге пока, поэтому, где он будет жить, ну, он, конечно, может выбрать, но, скорее всего, будет жить вон там, где я. Но это пока. Что там дальше будет, я не знаю. Ну, бог даст, что будет хорошо. Надеюсь, дальше будет хорошо. А мальчишки ваши, сыновья, как поживают? Хорошо. Какие у них творческие планы, Тань? Ну, старший уже 30 лет, ему он работает в ресторанном бизнесе, так скажем. А младший перешел в 10 класс. Кстати, очень для меня была такая неожиданная такая приятность. Он прекрасно сдал ОГЭ. 4-5-4-5. Уликает очень химией. Нравятся ему формулы все это, все это. И, в принципе, в планах у него, ну, еще два года учиться в школе, но в планах какое-то медицинское, ну, скорее всего, пирамид. Слушайте, это прямо интересно. Очень интересно. Неожиданно абсолютно, но приятно. Это страшно интересно, да. У вас бывают какие-то семейные сборища? Вот когда вы вместе все собираетесь с сыновьями? Ну, очень редко. Ну, неважно, тогда с маленьким, с младшим, да? А что вы вместе любите делать, Тань? Ну, мы можем потом пойти пообедать вместе. Можем, ну, редко бывает это, пойти куда-нибудь там в спа какой-то, где там есть бассейны. Да-да-да, и там отмокать. Куча сауна какие-то, да, там, такие-такие-такие там. Ну, как бы, честно говоря, конечно, у него, не скажу там, что у нас созвучность, им интересы, потому что у него игры какие-то компьютерные, какие-то квесты, которые... Он все на квест пытается меня затащить, но я не очень-то понимаю. Ой, надо сходить. Нет, мы ходили с подругами, но там другие квесты такие были. А, первый квест был что-то Кот да Винчи, я вообще ничего не поняла. Что-то делать, да-да-да. Я еще плачу, что-то меня хотят. И там что-то, вам три подсказки, я еще помню. А можно, а еще можно. Я говорю, там, пятая подсказка, а еще можно. Говорят, вам можно, все, там, голос этот. Я так и говорю, чего там у меня надо было? То ли я тупенькая, то ли... Как бы, то я просто не врубилась. Нет, вы просто про другое думали, и вас это не интересовало. Дело не в топости. А что вы любите делать, когда не надо делать ничего, Тань? Я обожаю смотреть кино, причем кино до, там, 85-го года, 87-го. Ой, как я понимаю. Я обожаю старые фильмы, еще вот, к сожалению, с Валерой, с мужем, у нас в этом плане вообще не совпадение абсолютное. Я обожаю фильмы голливудские 30-х годов, там, 31-й, 32-й. Не очень люблю не мы, а вот уже когда уже начнет говорить, какие там красивые платья у женщины, какие прически, вот это все вот. Ну, просто смотришь, я прям впитываю, вот, мне вообще, в принципе, это время очень нравится. 30-е годы, 20-е, ну, 30-е больше, наверное. А ему какие нравятся, Валерий? А ему нравится Марвел, он, кстати, фанат Марвела. А, понятно. И вот все, что там связано, там, всякие вселенные, там, Доктор Стрэндж и так далее. Да. Я выучила. Спасибо, спасибо вам большое. Я желаю Валерию, чтобы он полюбил эпоху Голливуда 30-х годов. Это страшно любопытно и страшно красиво. Это очень красиво. И это настолько много рассказывает о жизни, и в том числе о сегодняшнем дне. Марвел, при том, что мы тоже можем это смотреть, и тоже мы все это любим, на самом деле рассказывает гораздо меньше. То есть вот... Ну, там чуть-чуть, как удачи, да. Вот этот Голливуд 30-х рассказывает больше. Это я желаю вашему мужу. Спасибо. Тань, а вам я желаю, во-первых, чтобы сын поступил туда, куда ему захочется, да? И чтобы ему было это интересно. Так же, как его маме всю жизнь интересно дело, которому она служит. Это очень важно. Я желаю вам, чтобы вот эта дорога из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург, всегда пролетала быстро, незаметно, под хорошую музыку и в хорошем настроении. И чтобы ваши концерты, будь то в концертном зале «Октябрьский» или перед какими-то шестью важными мужиками, да, проходили с неизменным для вас удовольствием. Который вот мы, слушатели, получаем, когда у нас в машинах начинает петь Татьяна Буланова, мы всегда делаем громче. Спасибо вам большое. Мне так приятно. Спасибо, Таня. Спасибо. Спасибо. Есть артисты модные, а есть любимые. И Таня Буланова одна из любимых. Она добрый, хороший и чуткий человек. Ее песни будут нравиться всегда, потому что поет она о том, что нам понятно и близко. Субтитры подогнал «Симон»